Есть ли будущее? У соципотеки все чаще задают вопрос казанцы. Программа стала буксовать именно в столице, ведь свободных территорий здесь практически не осталось. Эксперты прочат программе второе рождение. Социальная ипотека сама по себе не прекратит свое существование никогда. Она перейдет плавно в арендную, надеюсь. То есть мы думаем, что так будет происходить. Но все равно она останется, то есть она просто видоизменится. Татарстан по-прежнему остается единственным регионом в стране, где действует соципотека. Арендное жилье также появится впервые в нашей республике. И хотя пока механизмы до конца не отработаны, уже сейчас известно. Ввод программы решит проблемы тех, кто не может позволить себе ипотеку. И что самое главное, в конечном итоге предполагается выкуп жилья в собственность. Тем же, кто решил стать дольщиком, специалисты советуют внимательно изучить строительную фирму. Недавно принятые акты в пользу участников программы не защищают на 100% от опасности оказаться обманутыми. Посмотрите саму стройку. То есть приедьте, не поленитесь на стройку и посмотрите, как ходят, работают рабочие. Если там, извиняюсь, 10 гастарбайтеров, то делать там нечего. Если стройка идет полным ходом и в 2-3 смены работает, видите, что башенный кран двигается, реально поворачивается. То есть вот главная причина. Тренд этого сезона – новые однокомнатные квартиры. По спросу обогнали лидеров старенькие однушки в хрущевках. А все потому, что последние стали дороже своих аналогов в недавно сданных домах. Рынок отреагировал мгновенно. На сегодняшний день, может быть, даже можно сказать о том, что выгоднее купить квартиру с черновой отделкой и сделать ремонт, нежели купить квартиру на вторичном рынке, демонтировать все то, что там есть и сделать свой ремонт. Еще один совет экспертов – если вы все же решились на ипотеку коммерческую, приглядитесь к банкам. Скидки на ипотечные кредиты сегодня особенно актуальны в среде финансистов. В Казани идет настоящая борьба за клиента. Получить ипотеку по двум документам, кроме как в Казани, нигде ни в одном регионе такой программы нет. То есть если вы скажете где-нибудь в Москве или в Петербурге, вот кредит по двум документам, там пальцем покрутят виска, скажут, вы что, дурак, что ли? А у нас это есть, и причем это не один банк дает, несколько банков дает. Нуждающихся в улучшении жилищных условий у нас в Казани порядка где-то 80%. То есть, соответственно, социальная ипотека, рынок недвижимости, коммерческая ипотека – все это будет востребовано, и все это будет расти, и любые программы, связанные с жильем, будут востребованы. Ирина Субеева, Альфред Камилевский, Телеканал Эфир.